Друзья, привет! С вами компания Рофер. Нахожусь на очередном из наших объектов. На данном объекте выполняем монтаж японских панелей, КМЕ. В данном видеоролике покажу вам работы, которые мы выполнили, пока они еще являются промежуточными. И также покажу вам детали монтажа данных панелей. Пойдемте посмотрим. Друзья, в настоящее время мы смонтировали панели на фасад. Полностью еще, как я сказал, работы мы не доделали. Сейчас сделаю небольшой обзор. Вот так вот у нас выглядит одна сторона дома. Здесь у нас уже пошла задняя сторона дома. На фасаде мы применили три вида панелей. Первый, основной цвет у нас под штукатурку декоративную. Вот такая вот панель. Очень интересная, эффектная у нее фактура. Объемно смотрится. На цоколе мы применили вот такие вот панели под камень. И в зоне окон применили панели под дерево. Вот так вот они выглядят уже на близком расстоянии. Тоже очень такая приятная фактура. Здесь у нас другая сторона дома. Но все выполнено аналогично. То есть основной цвет у нас белая декоративная штукатурка. Под соколем камень. И в районе окон у нас соответственно панели под дерево. С вот этой вот стороны дома мы еще ведем пока работы по монтажу. Нам остается обшить вот эту вот террасу. Такая вот имеется у нас входная группа. Какие есть детали. Примеряем панели, непосредственно которые имеют крепление на гвозди. Вообще их два вида. Есть панели на скрытый кляймер. Есть на гвозди, которые крепятся прям как говорится в лобовую. Для того, чтобы вот эти вот места были потом невидимыми, технология монтажа предусматривает следующее. Наносится грунтовка. Далее вот это вот отверстие, которое у нас образовалось, оно шпаклюется. Наносится грунтовка и наносится краска. Таким вот образом вот эта вот панель будет смотреться монолитно. И вот эти вот отверстия видны уже не будут. На данном объекте, так как гвоздей уже не было, не смогли их привезти поставщики, мы применили вот такие вот саморезы. Часто их применяем при монтаже фиброцементного сайдинга Дековер. Это у нас расконнекторский саморез. Толщина непосредственно самого самореза 3,2 мм. Длина самореза 40 мм. Шляпка у него здесь очень небольшая, аккуратная. Это Торакс Т-10. Полностью он проходит через панель и выходит непосредственно за обрешетку толщиной 20 мм. Предварительно выполнили обрешетку деревянную 95 на 20 мм. Применили доску. Соответственно, вот эти все отверстия мы будем, как я уже сказал, в процессе заделывать и убирать их, чтобы у нас фасад смотрелся монолитно. Такие же у нас отверстия имеются и на панелях, которые повторяют фартуру дерева. Технология такая же. Грунтовка, шпаклевка, грунтовка и сверху уже краска. Такая вот есть особенность именно крепления панелей на гвозди. Ну, в данном случае мы применили саморезы. В плане производства работ гораздо удобнее, чем заколачивать гвозди. Ну, и, соответственно, вот эта маленькая шляпка позволяет максимально скрыть вот эти вот отверстия, которые образовались у нас в результате крепления панели. Вот они имеются по фасаду. Как будем выполнять обход окон? Обход окон мы будем выполнять тоже с помощью вот таких вот панелей под элементацию древесины. Какие подготовительные работы выполнили? Вот здесь вот видите прямой рез. Здесь рез пошел под 45 градусов. То есть каждую панель необходимо предварительно подготовить на наружном угле. Вот таким вот образом, чтобы потом пришла другая панель. Сейчас вам покажу на наружном угле, как это выполнено. Пришла под 45 градусов. И здесь у нас получился вот такой вот выступ. Буквально 5-6 миллиметров, который впоследствии будет заполняться специальным герметиком. И таким вот образом у нас вот этот шов скроется и будет смотреться абсолютно монолитно. Каких-либо швов по горизонту на данных панелей их в принципе нет. Их не видно. Панель соединена и состыкована достаточно монолитно. Заделки здесь уже никакой вот на горизонтальных стыках производить не нужно. Но есть у нас вот такие вот открытые швы по вертикали. Как они выполняются? Ставится вот такой вот специальный профиль, который поставляется вместе с панелями стыковочной. Одна подходит с одной стороны, другая соответственно с другой. Далее, вот этот вот профиль наносится грунтовка по металлу. И вот этот вот шов заполняется специальным соответственно герметиком. Таким вот образом у нас происходит стык панелей по вертикали. Вот здесь вот еще покажу вам один шов. Вот он. То есть, неважно какие панели мы будем применять. Разного цвета, разные фактуры стыковать. Или абсолютно идентичные. По вертикали вот такие вот швы неизбежны. Поэтому при монтаже оптимально сделать обязательно проект. Как будет смотреться это вживую. Небольшую визуализацию. И также сделать проект по монтажу панелей. Учесть соответственно размеры здания. И учесть расположение данных панелей. Ну а монтаж традиционно начинается с монтажа цоколя. Здесь вот пока не сняли защитную пленку. Оставили ее. На цоколе. Подобрали цвет максимально близко. Непосредственно к цвету фасада. Панель у нас вот эта является матовой. Это драб от компании Grand Line Metal. Ну, защитную пленку мы снимем в процессе. Вот такие вот работы пока мы выполнили. В настоящее время. Ну, итог, который у нас получится. Обязательно вам покажем. Покажем, как закрасим все вот эти вот отверстия от крепления панели. И покажем обязательно, как будут у нас выполнены вертикальные вот эти вот стыки. И как будут выполнены наружные углы. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok